Пошедший с экранов телевизоров был неподражаем. Он шутил, махал ручкой, демонстрировал свой накачанный пресс и ждал от публики такой же непосредственной реакции. Реакция не заставила себя долго ждать. Это был не бетловский писк-виск, но что-то достаточно раскрепощенное. На пресс-конференции, которую дала группа, мы узнали, что Матиас любит маленькие машины и стройных женщин, много курит. Матиас потрясающе красиво смеется и любит принимать удобные ему позы, пусть не всегда эстетичные. Как-то за концерт в России мне в качестве гонорара предложили машину Нива, но я отказался. Выдавил из себя Матиас и с намеком посмотрел на организаторов. В детстве, как каждый уважающий себя мужчина, он мечтал стать космонавтом, поэтому, став знаменитым, на один из своих концертов в качестве украшения пригласил Германа Титова и чуть не запустил его в космос. Возможно, именно Титов научил Матиаса достигать вакуумного состояния, полного расслабления и удовлетворенности, в которых он находится после каждого удачного концерта. Нам удалось добраться до тела этого героя и задать парочку эксклюзивных вопросов. Матиас, вы не похожи на себя с той бородкой. Это что, новый имидж? Да, имидж. Если честно, я не очень люблю бриться. Совсем не люблю. А кто ваш любимый модный дизайнер? Ламамото. Он поистине современный. Я бы с удовольствием купил нечто национальное, украинское здесь у вас. Это ведь классно, но вообще я не привередливый. Могу купить придлинувшиеся мне вещи в любом магазинчике за углом. Сейчас группа готовится к выпуску нового альбома с жестким, ярко выраженным гитарным звучанием. Песня уже почти готова, осталось закрыться в студии и все записать. А потом можно и опять на гастроли в Украину. Уже в полном составе. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!